Кодерлайн Если вам по какой-то причине оказалось неудобным время проведения вебинара или вы не смогли, например, досмотреть его до конца, то через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров на нашем сайте. Еще раз обращаю ваше внимание на адрес. Здесь вы можете посмотреть удобное для вас время записи этого вебинара. Также другие информационные ресурсы, возможно, вас заинтересуют. То есть, в общем-то, добро пожаловать для контактов по любому удобному для вас формату. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, оказать любую помощь с семейством программы ДНС. То есть, будем рады сотрудничеству и приглашаем вас для контактов. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Мои данные вы тоже видите на экране. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара – это, во-первых, кто должен подавать отчеты в службу занятости в этом году в текущем. Во-вторых, было введено достаточно много новых отчетов, которые необходимо подавать в службу занятости. Вы видите их перечень, мы немножко поподробнее на них остановимся, но, к сожалению, не очень подробно, поскольку у нас лимитировано время. Также мы поговорим про отчеты, как они и где должны заполняться, про дополнительные сервисы поговорим, если необходимы какие-то дополнительные настройки в программах делать для того, чтобы эти отчеты можно было отображать. Ну, в общем, поговорим достаточно подробно. Сегодняшняя наша встреча будет построена таким образом. Нормативную информацию я буду показывать на слайдах, то есть вот наши слайды. И мы будем с вами переключаться на демо-версию конфигурации 1С бухгалтерия и конфигурации зарплата и кадры. Таким образом, мы посмотрим еще дополнительно некоторую информацию. Ну и, собственно, снова переключаемся с вами на наши слайдики. И теперь поговорим вот о чем. То есть, в принципе, все знаете, что с 1 января у нас было достаточно много изменений. Изменений и по отчетности изменений и методических. И, ну, практически революционное состояние, когда изменено очень многое. И, соответственно, в связи с этими изменениями, ну, то есть самые такие значимые изменения – это объединение фондов пенсионного и соцстраха, соответственно, введение новой отчетности 1, ЕФС-1 и единого налогового платежа. Поэтому отчетность, в общем-то, ну, что за год 2022, что за первый квартал – это достаточно экстремальная ситуация, в общем-то, для всех бухгалтеров без исключения. Кроме того, что были введены новые налоговые формы отчетов, новые регламентированные формы, также изменения претерпела и отчетность службу занятости. Введено несколько новых отчетов. Ну, вот совершенно необычный отчет, которого не было раньше – это отчет о введении простоя. Введены эти изменения были приказом Минтруда. И, как вы видите по дате, это практически последние числа декабря прошлого года. И, соответственно, это перечень обязательных отчетов, которые предприятия и индивидуальные предприниматели должны представлять в службу занятости. И, собственно говоря, стал, естественно, вопрос в службу занятости, как мы должны подавать отчеты, кто их должен подавать, ну и в каком формате. Потому что многие отчеты с 1 января предоставляются только в электронном формате. То есть, что же у нас должно происходить с этими отчетами, которые должны предоставляться в службу занятости. Ну, вот этот самый документ, то есть приказ Минтруда, он внес изменения в ранее существовавший приказ Минтруда и дополнил его новыми формами обязательной отчетности. Это приложение номер 3 к данному приказу. И, соответственно, касается оно, если предприятие объявляет, так сказать, у себя простой, то есть именно полностью остановка предприятия, не отдельных его подразделений. И это, так сказать, первое из новых введений. Второе, в принципе, тоже с ним связано, если сотрудников отправляют в отпуск за свой счет. То есть, это тоже новая отчетность, которая появилась у нас тоже в этом году. Это отчет об отпусках без сохранения заработной платы. Это приложение номер 5 к данному приказу. То есть, формы отчетов, как вы видите, согласно представленным документам, уже утверждены. А вот механизм предоставления в каком виде, вот это пока достаточно много вызывает, собственно говоря, вопросов, сомнений, возражений и так далее. То есть, отчет об отпусках за свой счет должны предоставлять по форме, которая утверждена новым приказом. И в этом отчете указывается дата, с которой начинаются отпуска работников без сохранения заработной платы. Еще раз повторюсь, этот отчет представляется, если это происходит в массовом порядке. То есть, не то, что один-два человека попросили отпуск за свой счет каким-то датам, например, там, какие-то семейные обстоятельства и так далее. Обратите внимание, что законодательно не регламентируется срок предоставления этого отчета. Поэтому в этом случае лучше всего ориентироваться на аналоги. И по аналогии с отчетом о введении режима простоя, в этом случае стоит придерживаться срока в течение трех дней с момента издания приказа о предоставлении отпуска за свой счет. Еще раз повторюсь, это в случае, если отпуска сотрудникам предоставляются в массовом порядке. И связано это с какими-то внешними экстремальными условиями. То есть, не будем рассматривать всякие техногенные катаклизмы. То есть, это предполагается, что в отпуск за свой счет работники отправляются либо в случае продления, допустим, эпидемиологических каких-то мероприятий, ну, либо связаны с внешнеэкономической ситуацией. Ну, то есть, это какие-то нестандартные, не повторяющиеся из года в год ситуации, когда это носит массовый характер. И, собственно говоря, сотрудники, которых отправили в отпуск за свой счет, на какое-то время оказываются без работы и, собственно говоря, в случаях, когда требуется господдержка. Еще один момент, это когда сотрудники переводятся на дистанционную работу. Ну, как вы все помните, у нас было, когда эпидемия коронавируса, переводились работники в массовом порядке на дистанционную работу. В этом случае в предыдущий период подавались сведения о таких работниках в местные администрации, включая перечень пофамильных сотрудников, которые переводятся на работу дистанционно. И в этом случае отчет о дистанционной работе, он тоже вводится в службу занятости с 2023 года. Это приложение номер 4, то есть формы таких отчетов у нас утверждены разными приложениями вот к этому приказу. Здесь указывается численность работников, дата, с которой они переводятся, и указывается предполагаемая дата завершения режима дистанционной работы, если сотрудники переводятся временно на такой режим. Отчет, который уже присутствовал ранее, это отчет о ликвидации компании или серьезном сокращении штатов. Данный отчет работодатели должны были предоставлять, ну и сейчас должны предоставлять службы занятости по форме, которая утверждена приложением номер 1, опять же к этому 24 приказу Минтруда. В этом случае организации задают отчет не позднее, чем за 2 месяца. То есть за 2 месяца до предполагаемого срока ликвидации или сокращения штатов вы должны уведомить службу занятости, ну и, соответственно, работника о том, что предполагаются вот такие кадровые мероприятия. Если решение о том, что сокращение численности будет носить массовый характер или приведет к массовому увольнению, то отчет нужно сдать не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения таких кадровых мероприятий. Ну и, соответственно, если у вас люди увольняются в связи с сокращением штатов или в связи с ликвидацией компаний, то для них сохраняются определенные льготы, то есть им должны выплачивать выходное пособие, ну и сохраняется заработок. И плюс выдается справка для постановки на учет в службу занятости. Еще один отчет – это отчет, который должен быть в случае введения режима неполного рабочего времени. Это тоже приложение к этому приказу Минтруда к 24-му. Это приложение номер 2. В этом случае мы должны указать списочную численность работников, когда мы предоставляем отчет, дату, с которой вводится режим неполного рабочего дня, и дату окончания, так же, как и в случае предыдущего отчета о дистанционной работе, дату предполагаемого окончания такого режима. Этот отчет работодатели обязаны предоставить в течение трех рабочих дней после принятия решения. Обратите внимание, что после принятия решения это имеется в виду после даты выпуска приказа, который вводит режим неполного рабочего времени. Соответственно, кроме этого, у нас есть отчет о введении режима неполного времени, и у нас есть еще несколько ситуаций, когда мы должны отчитаться в службу занятости. То есть это в случае, если вводится система банкротства. То есть отчет о банкротстве, то есть применение процедур о несостоятельности предприятие должно предоставлять по форме приложения номер 3, к этому же приказу номер 24. Здесь в этом случае предприятие должно указать процедуру банкротства, о том, что она начинается, то есть какая конкретно наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство или мировое соглашение. Ну, то есть указываются подробности процедуры банкротства. И опять же указывается дата, начало, дата, окончание. Этот отчет предприятия должны предоставлять ежемесячно. И здесь есть еще одна тонкость, на которую тоже нужно обратить внимание. Конкретные сроки сдачи отчета законодательством не регламентированы. То есть в этом случае отчет должен быть ежемесячно, но конкретная дата не установлена. Это основные отчеты, на которые нужно обратить внимание. И нужно обратить внимание еще на один момент. То есть у нас введено много отчетов с 2023 года. У нас введено много отчетов по статистическому наблюдению, то есть по статистике. И с ними тоже ситуация достаточно неоднозначная. То есть как и в случае, когда, допустим, вводится режим простое, предоставление отпусков за свой счет, то есть для отчетов в службу занятости. В статистике необходимо соблюсти немножко другой ритуал. То есть необходимо зайти на сайт Росстата и по вашему ИНН проверить, под какие дополнительные отчеты вы попали. Если для службы занятости такая ситуация не предусмотрена, то есть эти отчеты вы должны составлять в случае, если у вас происходят те кадровые мероприятия, про которые мы проговорили, то по статистике нужно проверить, под какие отчеты вы попали, под какие выборки. И, соответственно, сдать эти отчеты вовремя, потому что с прошлого года статистика начала применять штрафные санкции. И штрафные санкции достаточно серьезные. То есть если вы не предоставили или предоставили с нарушением срока отчетности, то штрафы составят до 70 тысяч рублей. Если такой проступок совершен предприятием повторно, то в этом случае штрафы будут до 150 тысяч рублей. Служба занятости на данный момент пока не анонсировала то, что будут применяться штрафные санкции. Но, тем не менее, предприятию, в общем-то, было бы очень нежелательно попадать под санкции труд инспекции или какие-то другие штрафные санкции, административную, допустим, ответственность и так далее. Отчеты по трудоустройству и вакансиях для инвалидов. Эта информация, в принципе, подавалась и раньше. Сейчас информацию о наличии и выделенных местах для трудоустройства инвалидов предприятия должны подавать службу занятости, опять же, согласно приказу Минтруда номер 24, который регулирует вот все вышеперечисленные отчеты. Это приложение номер 7. То есть формы этих отчетов утверждены. В отчете о трудоустройстве и вакансиях для инвалидов мы должны указать размер региональной квоты для приема инвалидов, количество рабочих мест. Ну, то есть, соответственно, информацию, которую мы должны представить, вы видите на экране. И теперь еще один очень интересный момент. Мы сейчас с вами переключимся в конфигурацию бухгалтерия, потом посмотрим в демо-базе зарплаты управления персоналом. Вот какой момент. Мы с вами сейчас переключились на бухгалтерию предприятия, демо-режим. И вот что нас здесь будет интересовать. Обратите внимание, у нас есть раздел «Зарплата и кадры». И здесь у нас перечислены, в общем-то, отчеты, которые мы подаем, соцстрахт, пенсионный фонд. Сейчас это объединенный единый социальный фонд России. И здесь мы видим с вами отчеты, которые предоставляются. Но именно отчетов, которые должны подаваться конкретно в службу занятости, здесь нет. То есть утверждены формы отчетов. Это по приложениям, которые мы сейчас с вами проговорили. Но конкретно в этих разделах такие отчеты не предусмотрены. Но здесь есть дополнительные сервисы 1С, допустим, кабинет сотрудника. Почему я обращаю на него внимание? Потому что предприятию необходимо зарегистрировать еще на себя. То есть кабинет сотрудника – это сведения о сотруднике конкретно. И через этот кабинет сотрудник может посмотреть, запросить для себя справки, посмотреть дополнительную информацию, подать заявление. Такой же кабинет необходимо зарегистрировать на предприятие. И, собственно, через раздел «Сервис» мы можем посмотреть, проверить сведения о предприятии. И какие-то сведения о трудовой деятельности мы можем получить, загрузить в программу. Основные отчеты у нас в бухгалтерии располагаются в разделе «Отчеты». И это блок 1С «Отчетность». Обратите внимание, что 1С «Отчетность» – это блок функций, то есть раздел, и дополнительно название сервиса. То есть сервис 1С «Отчетность», по которому предприятие может, минуя операторов электронной отчетности, размещать свои данные или отчеты напрямую на сайтах, например, налоговых органов, ну, то есть на сайтах фискальных органов. И здесь у нас тоже есть личные кабинеты, раздел «Личные кабинеты». И в разделе «Личные кабинеты» здесь уже сведения для предприятий размещены, которые они могут получить напрямую, минуя третье, так сказать, лицо. Вот мы видим с вами повторяется линеечка дополнительных сервисов. И вот сервис «Личные кабинеты». Как вы видите, здесь тоже есть «Личные кабинеты» и сайта налоговых органов, и соцстрах, и электронные лески нетрудоспособности, подтверждение деятельности. То есть то, что раньше мы подавали или взаимодействовали с сайтами пенсионного фонда и ФСС. Сейчас это единый социальный фонд. И также здесь есть, видите, портал статистического декларирования. Но в связи с тем, что сейчас достаточно серьезно перестроены функции службы занятости, появился новый ресурс. Это, сейчас мы про него поговорим поподробнее, это работа.ру. Снова сейчас мы, извините, вернемся в наши слайдики. И вот что посмотрим. Как вы видите, штрафы за несдачу отчетности в органы службы занятости, если работодатели не представят в органы службы занятости любой из перечисленных отчетов, про которые мы сейчас поговорили, либо нарушат сроки предоставления отчетности, то они будут привлечены к административной ответственности. И, соответственно, штрафы здесь тоже существуют, но не такие глобальные, как, например, в Росстатистику. Ну, как вы видите, 300 или 500 рублей – это, в принципе, не такой штраф, который может напугать большинство предприятий, но, тем не менее, административная ответственность будет наложена. И, соответственно, если у вас достаточно большая численность, то те же 300 или 500 рублей могут вылиться в достаточно серьезную сумму. И организации за такое же нарушение будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Каким образом работодатели должны отчитываться? То есть, как вот эти отчеты должны составляться и подаваться? Здесь действует тоже правило, которое действовало и ранее. То есть, можно это сделать лично на бумажном, например, носителе. Можно сделать по почте, а можно сделать в виде электронного документа оборота. Как я уже сказала, в этом случае организации должны работать через портал «Работа в России». И вот здесь про этот портал мы сейчас еще поподробнее немножко поговорим. Это новый ресурс, на котором раньше, в принципе, не размещалась официальная какая-то документация. Ну, то есть, не было требований об обязательном размещении на этом ресурсе сведений об организациях. Сейчас мы с вами еще немножечко поговорим. То есть, если раньше организация должна была в службу занятости подать 5 форм отчетов, с этого года, с 1 января, у нас уже 8 форм отчетов. И, соответственно, 3 абсолютно новых. Вот мы про них уже говорили. В принципе, больше всего вопросов возникало с отчетом по введению режима простоев. То есть, вообще, очень активно обсуждался вопрос, нужно ли отчитываться о простое. И если нужно, то в каком случае? Собственно, если вводится простой на каком-то, например, родном участке или на предприятии в целом. Ну, то есть, вопросов возникало много. Соответственно, то же самое касается дистанционной работы и об отпусках без сохранения заработной платы. То есть, дистанционная работа, отпуска без сохранения заработной платы. Это у нас с вами, напомню, новые отчеты. Аналоги других форм, которые мы уже проговорили, они были и раньше. То есть, это не совсем новая форма. Но, тем не менее. Сейчас мы с вами снова переключимся на этот раз в конфигурацию зарплаты управления персоналом. И вот, про что мы здесь посмотрим. Так, сейчас мы закрываем это, нам не нужно. И посмотрим мы с вами вот что. Вот так, чтобы нам было видно верхнюю линейку меню. То есть, здесь у нас раздел кадры, раздел зарплата, в общем-то, отражают первичную документацию. И мы можем посмотреть отчетность, как в разделе отчетность, так некоторые отчеты мы можем посмотреть и в разделе кадры и зарплаты. Ну, вот, например, в разделе кадры у нас с вами есть раздел кадровые отчеты и раздел сервис 1С кабинет сотрудника. То есть, мы его с вами уже посмотрели в бухгалтерии. Абсолютно такие же сервисы у нас есть и в зарплате, в управлении персоналом. И вот, что здесь нам будет интересно. То есть, новая отчетность, которая у нас связана с введением нового объединенного фонда, отчетность ЕФС-1. Мы с вами можем посмотреть как из раздела отчета и справки, так и из раздела кадры и зарплата. В кадрах мы можем посмотреть это электронные трудовые книжки. Здесь, когда этот раздел открывается, практически вот наши, допустим, записи, которые у нас есть. И если я беру любую запись, открываю, то я могу из этого документа получить как отчет в старой форме, то есть это СЗВТД у нас отчет, так и могу посмотреть по новой форме. То есть СЗВТД сдавалось по данным за 2022 год. Если у вас кадровые мероприятия касаются уже этого, 2023 года, то, соответственно, у нас отчетность уже по новой форме, по форме ЕФС-1. Но вот здесь я хочу обратить ваше внимание вот на что. Поскольку достаточно много отчетности у нас действует, начиная с этого года, то, соответственно, и обновлений в программу, в конфигурации, и зарплаты кадры, и бухгалтерии выходило очень много. И при этом оказывается очень актуальным вопрос о релизе. Какой релиз конфигурации у вас установлен? Посмотреть релиз мы можем через эту пиктограммку и выбираем здесь «Сведения о программе». И вот вы видите «Сведения о платформе» для вашей программы, а вот «Сведения о той конфигурации, на которой мы с вами сейчас работаем». То есть, соответственно, у вас будет, возможно, какой-то другой релиз. Почему это сейчас очень важно? Вот почему. Потому что, когда я вывожу какой-то кадровый документ и хочу сделать отчетность в новом формате, то по кнопке «Печать» я могу из этого раздела вывести уже отчетность в формате этого года. Если у вас немного более старая ведомость, то у вас вот здесь по кнопочке «Печать» будет выводиться только вот такая отчетность. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что то же самое касается и статистического наблюдения. Это уже в бухгалтерии больше, конечно, чем здесь. И, собственно, отчетов по персоналу. Сейчас мы вернем обратно нашу линейку. Вот так вот. И, собственно говоря, то же самое мы можем с вами из меню «Зарплата» получить. И то же самое мы можем с вами получить из меню «Отчетность и справки». Так вот, все отчеты, которые мы с вами можем получить. Вот раздел «Отчетность». Как вы видите, здесь тоже вот у нас раздел 1С «Отчетность». И, собственно, такой же будет абсолютный интерфейс. Сейчас я его открою. Как мы с вами смотрели в предыдущих экскурсиях в бухгалтерию. То есть вот наш раздел 1С «Отчетность». Это наименование и раздела, и сервиса, как я уже говорила. И, собственно, вот у нас есть перечень отчетности, которые мы можем получить в этом разделе. То есть если вот здесь я вижу, что у меня уже составлены какие-то отчеты. Вот у меня есть сведения о трудовой деятельности работников СЗВ и ТД. То есть это отчетность, которая создается по кадровым приемам, увольнениям, перемещениям и так далее. Сдается на следующий день после кадрового мероприятия. И, в принципе, если я, например, сейчас хочу сделать что-то новое, какой-то новый отчет создать, то, видите, у меня есть закладочка «Избранные». Здесь те формы, которые я уже либо использовала, либо выбрала ранее. А на закладочке «Все» у меня перечислена вся отчетность, которая существует. Но обратите внимание, есть отчетность фонда, есть отчетность прочая. То есть у нас здесь отчетность налогового по среднесписочной. Есть статистика. В статистику добавлено много форм. Обратите внимание, вот видите, в статистике сейчас что у нас. Много новых форм было добавлено перед Новым годом. И уже в релизах этого года было тоже достаточно много обновлений. Но, значит, это мы взяли прочую. Допустим, закроем статистику. Отчетность по физлицам. Вот здесь у нас то, что касается отчетности в объединенный фонд, в единообъединенный фонд. Вот если я выбираю сведения о трудовой деятельности СЗВЦД, то у меня появляется печатная форма ЕФС-1 в отчетах. Вот то, что я вам показывала несколько минут назад. И, собственно говоря, налоговая отчетность – это все понятно. Это то, что мы сдаем РСВ. Ну, то есть ту отчетность, которую мы сдаем в налоговые органы по страховым взносам, по персонифицированному учету. И у нас здесь есть электронные листки нетрудоспособности и пилотный проект ФСС. То есть у нас здесь с вами нет отчетности в службу занятости. Это связано с тем, что отчеты службы занятости сюда не включены, потому что предполагается, что эта отчетность должна заполняться на вот этом новом ресурсе. Сейчас мы снова переключимся на наши слайдики. И, собственно говоря, связано это с тем, что при обращении на этот портал, во-первых, у нас есть отчеты, которые мы должны подавать только при наступлении определенных обстоятельств. То есть не так, как, например, сдается налоговая отчетность по конкретным числам. Сейчас у нас, вы знаете, единая дата, то есть 25-го числа. А, например, только сокращение численности или штатов работников. То есть те мероприятия, которые повлекут массовое увольнение. И здесь у нас есть небольшой простор для творчества, как я уже говорила. То есть мы можем подавать в письменной форме. В этом случае сроки вы видите для айпистов не позднее, чем две недели. Мы про это уже говорили. А для организации не позднее, чем за два месяца. Ну, есть оговорка, что если это будут массовые увольнения, то за три месяца. И направляется отчет по утвержденной форме, но на портале работа. То же самое, если отчетность касается перевода сотрудников на дистанционную работу. То есть в службе занятости есть утвержденная форма. Но, допустим, уведомлять работодателей об организации дистанционной работы, если это не в массовом порядке, не связано с эпидемиологическими мероприятиями, не требуется. Тем не менее, такая форма есть и утверждена. Если, значит, в случае, когда необходимо эту форму предоставлять, тоже случаи эти утверждены в этом же законодательном акте. То есть приказ Минтруда номер 24. И исключительные случаи, когда это требуется делать, это, как я уже говорила, в случае, если какая-то катастрофа природного или техногенного характера, производственная авария, несчастные случаи, эпидемия или эпизода... Господи, русское слово не выговаривается. Эпизода 3. Иные исключительные случаи, это если ставится под угрозу жизнь или нормальные условия для населения какого-то населенного пункта, где располагается предприятие. То есть форма подачи у нас не закреплена жестко, как, например, только в электронном формате, отчетность по НДС мы предоставляем и так далее. Значит, если возникает вопрос, когда у нас какую-то из этих форм, форма существует, а жестко установленного срока нет, в этом случае стоит соблюсти, так сказать, некоторую предосторожность. И по аналогии, руководствуясь пунктом 2 статьи 25 закона 10.32-1, мы можем основываться на требовании вот этого законодательного акта и предоставлять такие сведения в течение трех рабочих дней. Обратите внимание, что этот срок считается с датой издания приказа. То есть, соответственно, как мы уже говорили, это приказ либо о переводе на дистанционку, либо о переводе на неполный рабочий день. Ну, то есть, соответственно, вот в тех случаях, когда такая отчетность должна быть предоставлена. Поэтому, в общем-то, именно жестко установленных случаев, что всегда 25 числа вы должны предоставить такую отчетность в службу занятости, у нас, слава богу, пока не имеется. Но, тем не менее, еще у нас есть вот такой замечательный документ, то есть, постановление правительства России от 13 мая 2022 года. То есть, это прошлый год, ну, практически вот почти такой же период, то есть, второй квартал. Установлены правила подачи, если вы подаете эти сведения с использованием портала, единый цифровой портал «Работа в России». Этот портал, точнее, извините, это постановление выпустило инструкцию по передаче этих сведений через портал «Работа в России». Посмотреть эту инструкцию можно на сайте территориальной службы занятости, и, соответственно, там утверждены вот какие правила. Все работодатели обязаны размещать на этом портале информацию о принятии решения о ликвидации, о сокращении численности и о введении режима неполного рабочего времени. То есть, в настоящее время отчетности в службу занятости мы должны предоставлять, я ее показывала в начале нашей встречи, должны предоставлять не в какие-то налоговые или другие фискальные органы, а в службу занятости через вот этот портал. Для того, чтобы это можно было сделать, вам нужно свое предприятие зарегистрировать на портале «Работа в России». Если мы с вами сейчас снова переключимся на зарплату и управление персоналом, и, как вы видите, здесь у нас нет сейчас возможности такую отчетность формировать через конфигурации 1С, ни через зарплату, ни через бухгалтерию, ну, то есть, нет. Поэтому регистрация на этом портале, в общем-то, необходима, и, соответственно, в этом случае, если вы там регистрируетесь, вы прямо там же можете такую отчетность и формировать, то есть, не обязательно вам для этого лично ее подавать или как-то по-другому. То есть, единые формы отчетности у нас разработаны, но обмена напрямую из 1С у нас на данный момент пока мисс нет. Здесь есть еще один очень интересный вариант. Сейчас мы снова вернемся к нашим слайдикам. И вот какую информацию мне бы хотелось вам показать. То есть, на сайте 1С, особенно если вы являетесь подписчиком НТС, что техно, что проф, это не важно, и там, и там у вас такая возможность есть, есть вот такие интересные обзоры, то есть новости законодательства. И здесь в качестве анонсов освещается информация, которая вошла в последние релизы или которая планируется в ближайших релизах к публикации в конфигурациях. То есть, как вы видите, обновление 31 марта у нас дает вот такие перечисления. В основном здесь нас интересуют изменения в методических рекомендациях по организации электронного документа оборота. То есть, соответственно, в планах, в перспективах у нас есть такой обмен предусмотрен, но на данный момент вам нужно отслеживать вот такие изменения, поскольку это все равно затрагивает регламентированную отчетность и, соответственно, вот зарплата и управление персоналом мы с вами сейчас снова возвращаемся. И отчетности справки. То есть, могут быть дополнительные отчеты или дополнительные обработки, которые сделаны по формам отчетности, которые утверждены для службы занятости. И потребуются уже дополнительные какие-то телодвижения, чтобы настроить прямой обмен. Ну и поскольку электронный документооборот сейчас практически во многие разделы у нас уже добавлен, то, соответственно, нужно отслеживать, когда появятся и в наших конфигурациях возможности обмена со службой занятости именно этими электронными документами. Дополнительные отчеты мы можем подключить самостоятельно, но у меня сейчас с вами, к сожалению, нечего продемонстрировать, но порядок добавления здесь несложный. То есть мы с вами настраиваем список дополнительных каких-то печатных форм, например, и, в общем-то, после этого можем в электронном формате обмениваться с такими отчетами, которые мы уже сюда добавили. И здесь еще вот что мне хотелось вам показать. То есть в разделе отчетности справки у нас с вами есть дополнительные возможности, ну, например, для формирования сообщений в контролирующие органы. В этом случае мы можем выбрать, что мы хотим конкретно, какие данные подавать, и формы, которые для этого уже существуют. Также, что здесь нам может быть интересно, это справки по сотрудникам, которые мы можем подавать для наших, для ваших работников, соответственно, эти справки часто требуются и тоже в службу занятости. Но здесь стоит сказать вот о чем, поскольку сейчас электронная отчетность сдается напрямую в налоговые органы, то через личный кабинет сотрудники могут получить большинство справок, большинство сведений, которые им необходимо получить напрямую. Еще раз повторю, это у нас вот раздел кадра, допустим, сервис ДНС-кабинет сотрудника. И через этот сервис, более подробную информацию, если вас сервис заинтересовал, вы можете получить вот по такой ссылочке подробно об этом сервисе. Ну и, соответственно, вы должны зайти и зарегистрировать личный кабинет. То есть сам по себе личный кабинет располагается на сервисе, на интернет-сервисе. И в этом случае выбирается ответственный, который отслеживает изменения, то есть, соответственно, вводятся сюда его данные. И здесь вы можете получить исправки, точнее, не вы, а ваши сотрудники, могут получить исправки 2НДФЛ, ну и получить дополнительно сведения более подробно о доступе, можно получить вот по этим гиперссылкам. Вот вы видите, есть ссылка на сервис. То есть, если у вас возникают вопросы, вы можете вот через этот сервис по личному кабинету проконсультироваться. Ну и, соответственно, такая же возможность есть уже и через личный кабинет и предприятие. Но предприятие настроено уже таким образом, что вы получаете информацию не для сотрудника, не по сотруднику, а по конкретному юридическому лицу, с которым вы работаете. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, что вот сейчас мы сдавали отчетность за 2022 год, и, соответственно, справки по сотрудникам формировались у нас вот в таком формате. То есть, это было приложение к отчету 6НДФЛ, но просмотреть можно еще и вот таким образом. Еще один момент, это у нас есть меню настройка, вот, и, соответственно, здесь есть отчет по настройкам. Если вы засомневались, что у вас сделано, что не сделано, можно воспользоваться вот этим сервисом. Сейчас мы с вами снова вернемся в наши слайды, и отсюда мы еще раз вернемся с вами в бухгалтерию. Демо-база бухгалтерия. Здесь нам сейчас это не нужно, а нужно нам вот что. Значит, как я уже говорила, в личном кабинете, чтобы получать информацию напрямую из фискальных органов, вам эти личные кабинеты нужно зарегистрировать один раз. То есть, вот, например, мы переходим через ссылку «Личный кабинет налогоплательщика». Сейчас у нас откроется сайт налоговых органов. Сюда же можно перейти и по регистрации на госуслугах. Соответственно, если это ИП, то будет личный кабинет ИП. Сейчас у нас личный кабинет юридического лица. То есть, вы видите, здесь есть достаточно подробный сервис, как можно подключиться. То есть, это с введением электронного документа оборота сейчас очень удобная функция. Но, обращать внимание, нужно, чтобы спокойно работать во всех этих личных кабинетах, ну и, соответственно, на других электронных площадках, необходимо зарегистрировать электронную цифровую подпись, квалифицированную электронную цифровую подпись. И если вы делегируете свои полномочия какому-то сотруднику, то в этом случае на него нужно оформить машиночитаемую доверенность. Потому что налоговые органы, ну не только налоговые, сейчас практически все фискальные органы, в прошлом году получили возможность вашу отчетность объявить не предоставлены, в случае, если они обнаружили какие-то нарушения, например, в подписях. То есть, отчетность подписана не тем человеком, то есть, неуполномоченным лицом. или лицом, которое состоит в списке, что о нем предоставлены недостоверные данные. Либо в случае обнаружения каких-то ошибок в отчетности, контрольных соотношениях или ошибок в отчетности. В этом случае вы получаете требование от фискального органа о том, что ваша отчетность признана непредоставленной, соответственно, со всеми преподавающимися неприятностями, то есть, с блокировкой счета и так далее. И потом потребуется достаточно много усилий, чтобы, во-первых, привести в соответствие подписи, доказать, что вы не спонсируете терроризм, не обналичиваете массово денежные средства и так далее. Собственно говоря, это мы сейчас с вами закроем, поскольку мы ушли с сайта. Ну и вот, обратите внимание, то есть, личные кабинеты в налоговых органах в Объединенном социальном фонде, единый портал госуслуг, то есть, вы можете, соответственно, через него это делать, или статистическое наблюдение. Снова вернемся к нашим слайдам и вернемся с вами к началу. То есть, я еще раз хочу обратить внимание на отчеты, которые у нас должны формироваться в службу занятости. То есть, вот эти три отчета. Первый, простой, об отпусках за свой счет и дистанционной работе, это новые, соответственно. Остальные отчеты, которые вы видите на экране, они уже применялись. Формы отчетов по всем этим пунктам есть разработанные. И смотрим мы их на портале работа.ру. То есть, для того, чтобы сдавать эту отчетность, вам необходимо зарегистрироваться на этом портале. Это самый, ну, как бы оптимальный момент. И, собственно говоря, своевременно при наступлении таких вот кадровых мероприятий своевременно уведомлять. Есть еще одна тонкость, на которую тоже стоит обратить внимание. Это кроме отчета в службу занятости, вам необходимо проверить отчеты по воинскому учету. То есть, для предприятий, которые даже, допустим, не вели раньше или смотрели сквозь пальцы на отсутствие воинского учета, это обязательно необходимо сделать. И если для отчета в службу занятости нам каких-то особенных настроек при работе с конфигурациями не нужно, то воинский учет, обратите на него внимание, так же, как и на статистику, сейчас находится под пристальным, так сказать, контролем. И, соответственно, для того, чтобы можно было найти, скажем так, этот учет и работать с ним, необходимо сделать определенные настройки. То есть, например, в бухгалтерии, чтобы проверить ваш воинский учет, необходимо в меню администрирования включить такую возможность. То есть, функциональность программы. Здесь необходимо проверить, что у вас выставлены все настройки. То есть, допустим, это у вас полный интерфейс вы выставляете, и, соответственно, проверьте, поскольку были изменения по учету договоров гражданско-правового характера, то, соответственно, у вас должна быть включена функциональность и включена зеленая галочка, то есть включен чекбокс о том, что вы ведете такие данные. То есть, вот видите, проставленные. И, соответственно, что у вас включена информация, точнее, что включен блок учета воинского и, допустим, вот раздел кадры. Мы с вами переходим сейчас в зарплату и кадры, что в соответствии с этим у вас в кадрах формируется отчетность по воинскому учету, и вы подаете. То есть, вот видите, здесь у меня проставлена отметочка, поэтому здесь вот у меня блок воинский учет отражается. Если отметочку снять, то есть снять флажок, то раздел воинский учет отображаться не будет. И, собственно, с воинским учетом у нас ситуация похожая, как с службой занятости. То есть, есть формы отчетов, есть формы документов, которые мы должны предоставлять. Мы должны проводить сверку карточек с военкоматами, но электронного документа оборота у нас не предусмотрено. То есть, мы должны с воинским комиссариатом контактировать напрямую и проводить сверку по карточкам воинского учета и относить им отчетность в определенные сроки. То есть, и воинский учет, и отчет в службу занятости в этом случае у нас стоят немножко особняком, то есть, необходимы дополнительные телодвижения для того, чтобы осуществить сдачу такой отчетности. Но зато штрафные санкции есть и для воинского учета, есть и для службы занятости. То есть, в чем-то это очень похоже на ту ситуацию, которая раньше присутствовала и в налоговом учете, и в бухгалтерском. То есть, форма есть, хочешь не хочешь, подавай. И не обязательно так удобно, как сейчас это происходит, например, с налоговым учетом, что можно напрямую и в электронном формате все проверить и так далее. Теперь мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдам. И я хотела бы вернуться на титульный лист, еще раз показать вам наши контактные данные, которые вы можете использовать. Вы можете получить электронную почту, телефон и телеграм-каналы и, собственно, пригласить вас к взаимодействию. Мы осуществляем весь комплекс работ, которые связаны с программным обеспечением семейства 1С. То есть и продажа, и внедрение, и настройки, и доработки. Поэтому милости просим. Если есть какие-то вопросы, задавайте удобным, любым удобным для вас способом. Если, допустим, вы задаете вопросы письменно, то мы сможем более подробно ответить уже касательно именно вашей ситуации. Ну и, собственно говоря, с удовольствием окажем любые другие услуги, которые вас заинтересуют. На этом разрешите попрощаться с вами. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время, за проявленное внимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok